МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осваивая месторождения и помогая добывать нефть на чужой земле, Советский Союз, а впоследствии Россия, создали для многих иностранных государств свою национальную нефтяную промышленность. Для нас это было, откровенно говоря, в Советском Союзе абсолютно новым подходом. Нефть, помноженная на талант и упорство русских нефтяников, помогла этим странам не только сохраниться на карте земли, но и совершить гигантский рывок в будущее. Сама же Россия приобретала в их лице верных друзей. И эта дружба оказалась ценнее самой нефти. Это был какой-то новый прорыв, даже не ноу-хаус с точки зрения технологии, а ноу-хаус с точки зрения геологической мысли. 1965 год. СССР уже 25 лет успешно добывает нефть на своей территории. К этому времени открыты огромные месторождения в Башкирии, Татарии и Сибири. Добыча черного золота становится одним из важнейших направлений в экономике страны. Тогда было создано, естественно, очень важное министерство, Министерство нефтедобывающей промышленности страны. Советскому Союзу, как крупному игроку, уже пора выходить на международный рынок. Кто владеет нефтью, владеет миром. Но проблема в том, что зоны добычи уже поделены между такими странами, как США, Англия и Германия. А это значит, что нужно искать нефть там, где ее еще не добывали. Необычное для того времени было принято высшее решение страны о создании в составе Министерства нефтедобывающей промышленности впервые в практике в нашей стране специального подразделения Всесоюзного внешнеэкономического объединения «Зарубежнее». Первой страной, куда отправляются отечественные нефтяники, становится Ирак. Советский Союз стремится не просто добывать там нефть, а строить ключевые нефтегазовые объекты промышленности. По Ираку «Зарубежнее» готовила программу развития нефтегазовой отрасли на 25 лет. Туда входила и георазведка, и оценка запасов, и подготовка ТЭЛО-проектов, и подготовка проектной документации, и обустройство месторождений с последующей эксплуатацией. Через год уже для Индии разрабатывается программа развития нефтяной промышленности. В Сирии, благодаря советским нефтяникам, запускается национальный нефтегазовый промысел, а в Алжире готовится программа создания нефтяной отрасли страны. Оказание технической помощи в развитии собственных отраслей. И Советский Союз, он больше преследовал даже эту цель, нежели политическую. Уже через 20 лет Советскому Союзу удается серьезно потеснить мировых игроков нефти и выйти на лидирующие позиции. К этому времени наша страна сотрудничает в нефтегазовой отрасли уже с 30 странами. Главным партнером советских нефтяников становится Вьетнам. Спустя 31 год это сотрудничество по-прежнему остается самым выгодным для России. Ежегодные отчисления в бюджет страны составляют 99% от всех совместных предприятий за границей. За три десятка лет во Вьетнаме добыто 200 миллионов тонн нефти. В рамках мировой добычи нефти это немного. Например, Россия, которая является одной из стран-лидеров этой отрасли, только в год добывает до 500 миллионов тонн. Но если рассматривать в масштабе нефтедобычи Вьетнама, результат колоссальный. Сегодня Вьетнам входит в тройку крупнейших стран-добытчиков нефти в Юго-Восточной Азии. Но всего 30 лет назад поверить в такой успех было невозможно. 1969 год. Страна на грани гуманитарной катастрофы. Разрушены города, больше миллиона погибших мирных жителей. Ежедневно американские войска выжигают напалмом поселки и деревни Вьетнама. Уже целых 15 лет идет самопролитная война, которую правительство США развязало против северного Вьетнама. Спустя годы сами американцы назовут эту войну одной из самых неудачных в истории. Но кроме сотен тысяч военных, на территории Вьетнама работают еще и группы ученых. Их задача – найти нефти. Хоть пальмы первенства в открытии вьетнамской нефти и принадлежала американцам, но они так и не поняли главного, где именно сосредоточены главные залежи черного золота. Месяцы скрупулезных исследований, но никаких результатов. И вот, наконец, удача. Одна из скважин на шельфе Южно-Китайского моря все-таки дает нефть. Но для американцев она станет последней. Найти настоящий запас углеводородов в Вьетнаме будет суждено в другой стране. 1973 год. Американская армия с позором покидает Вьетнам. В стране разруха и нищета, экономика в упадке. За работу вьетнамцы получают вместо денег жалкую тарелку риса. Правительство СССР решает помочь дружественной стране. И главная просьба вьетнамцев – продолжать поиски нефти. Правда, по предварительным прогнозам, основанным на американских исследованиях, во Вьетнаме больших залежей углеводородов нет. К сожалению, результаты были отрицательные. Будем так говорить, больше. Еще появилось больше пессимизма, что все результаты георазведки говорили о том, что если есть здесь нефть, то есть ее очень мало. Есть газ на севере, и вот уже мало. Несмотря на это, Советский Союз отправляет во Вьетнам стол лучших геологов и нефтяников. В 1981 году создается советско-вьетнамское предприятие Вьетцов Петра. Советские нефтяники делают сенсационное открытие. Нефть на шельфе Южно-Китайского моря есть, и запасы ее огромные. На месторождении «Белый тигр» выявлены миллионы тонн черного золота. Это грандиозный успех. Но главное открытие на «Белом тигре» случится в 1987 году, когда русские нефтяники примут нестандартное решение – бурить гранитный фундамент. Ни из песчаников, ни из осеников, ни из гранитов. Это гранит, вы знаете, что такое. Так вот истреченный гранит мы получили и думали, что это, ну, где-то высота залежи 100 метров, 200 метров. И оказалось, когда мы открыли, и уже позже, уже сегодня известно, что высота залежи не 100 метров, а 2,5 километра. Это открытие стало не только экономическим прорывом для Вьетнама, но и научным открытием. Добыча нефти выросла в два раза. Советско-вьетнамская компания стала одним из самых прибыльных предприятий Вьетнама. Сейчас же совместное предприятие располагает огромными мощностями, оснащено современным флотом и использует уникальные буровые установки, способные бурить до 3 километров, что для шельфа Южно-Китайского моря – идеальный вариант. Нефть залегает здесь как раз на этих любимых. Здесь работает российское судно, когда-то носившее имя великого русского нефтяника Валентина Шашина. Оно может бурить скважины на глубине от 50 метров до 1,5 километров. Исследование морского дна для выбора точки бурения и формирования устья скважины происходит с помощью робота. Он является своего рода глазами и руками оператора, поскольку передает все данные с полуторакилометровой глубины на экран компьютера. Его задача – контролировать процесс бурения и обеспечивать безопасность ведения подводных работ. Сложность бурения подводных скважин – это не только выбросы газа, неустойчивость корабля, но самое главное – шторм. Для этого на судне есть специальная система динамического позиционирования. Она позволяет не прерывать бурение даже при шторме в 6 баллов. Там, например, высота волны более 4 метров, скорость течения, там больше трех узлов, трех с половиной. И уже проблематично становится удержаться, когда нагрузка на подрулине превышает 80%, необходима расстыковка, рассоединение. Система динамического позиционирования позволяет осуществлять бурение на точке без использования якорей. Другая система закрывает скважину, препятствуя разливу нефти. В случае тайфуна или сильного шторма судно может в течение нескольких минут отстыковаться от пусти скважины и уйти в безопасное место. При этом, после того, как погода успокоится, судно возвращается на прежние координаты и через несколько часов уже готово продолжить бурение. Недавно совместное предприятие перешло отметку нефтедобычи в 200 миллионов тонн. И оно будет оставаться рентабельным еще как минимум 20 лет. Нефтяные вышки на шельфу устанавливают с помощью специальной техники. Этот процесс похож на масштабное цирковое представление. Нефтяную табуретку, так работники называют это сооружение, доставляют на море с помощью понтонов. Затем, когда доходят до точки, специальный кран табуретку поднимает, понтоны убираются и сооружение устанавливают прямо на воду. Поверьте, работа происходит в экстремальных условиях. Сегодня вьетнамцы совместно с русскими добывают нефть не только на шельфе, но и в вечной мерзлоте. Север России стал прекрасным местом для еще одного совместного проекта. Ощущение хорошее, потому что нигде, как в России, наши друзья, наши товарищи дружат с русскими людьми. У них, я бы сказал, одномусленники. Хорошо работают. Хотя здесь условия, конечно, суровые, чем во Вьетнаме, но работают сурово все. В рекордные сроки за 4 года в суровых условиях Крайнего Севера специалисты российско-вьетнамской компании «Русвьет Петра» ввели в эксплуатацию 3 месторождения. Северо-Хоседаюзская, Висовая и Западно-Хоседаюзская. Здесь нефть залегает на глубине более 3 километров. Чтобы до нее добраться, нужно пробурить сотни метров вечной мерзлоты. Укрепили стенки скважины за счет спущенной обсадной трубы. Например, самая первая идет у нас 426 миллиметров. Дальше мы бурим. Меньше, уже естественно, мы тем долотом, которым бурили, мы не можем бурить, поскольку оно не пройдет. Мы берем долоты меньшего размера. Бурим дальше. Но это не единственная тонкость. В условиях Крайнего Севера главное – это температура. Интересный факт. Температура застывания этой нефти – 12 градусов. Но, как вы понимаете, здесь-то деньки бывают такие холодные, когда минус 45, а то и того ниже. Поэтому, чтобы она не превращалась вот в такое состояние, здесь в трубу, помимо утеплителя, зашит еще специальный электрический кабель для подогрева. Ну а почему эта нефть вообще застывает, мы спросим в местной лаборатории. Нефть не везде одинаковая. На каждом месторождении у нее своя специфика. Например, здесь в ней много парафина и смол. Нам нужно, чтобы по трубе нефть шла. А если парафина много, она забивает трубы, она забивает насосы. То есть это осложняет очень перекачку нефти. И в дальнейшем эксплуатацию, значит, этой нефти и переработку. Смолы увеличивают вязкость нефти, что также затрудняет ее перекачку. Нефть из скважины проходит как минимум три этапа подготовки до товарного качества. На первой ступени от нее отделяют воду и газ. На следующем этапе нефть максимально нагревают на специальных теплообменниках, для того, чтобы из нее снова убрать воду и остатки газа. Затем нефть в очередной раз нагревают и отправляют на финальный этап сепарации – отделение воды и соли. И после всех манипуляций получается идеальный состав черного золота. Вода должна быть не более 0,5, хлористые соли должны быть не более 100, а массовая доля сероводорода должна быть менее 20 ппм, а сумма этилметилмеркаптанов – менее 100. Но качество углеводородов – не единственная забота компании. Защита экологии – это мировой тренд в нефтедобывающем производстве. Для этого на протяжении 96 километров трубы построили 28 вот таких арок. Они 3 метра высотой. Причем строили не абы где, а в конкретных местах. Потому что олени всегда передвигаются одними и теми же тропками. Создавая инфраструктуру, мы предусматриваем те переходы, по которым уже олени, не нарушая своего ритма, своего маршрута, летом уходят на побережье, зимой качают в те места, где можно в лесу, на Киаге существовать. Олени тропы – не единственная экозабота компании. Тундра – место уникальное. Повредил раз – и уже не восстановишь. Поэтому тут применяют метод горизонтально направленного бурения. Вот этот механизм позволяет тащить трубу как бы под самой тундрой. Недешево, но сердито. И все же в приоритетах компании – иностранные месторождения. Спустя почти 20 лет возобновляется сотрудничество с Кубой, начатое в 1984 году. Российские нефтяники будут добывать нефть на месторождении Бока-де-Харука. Но с кубинскими залежами углеводородов не все так просто. Во-первых, на Кубе очень мало легко добываемых запасов нефти. Во-вторых, она невысокого качества. Ее плотность на месторождении Бока-де-Харука примерно в полтора раза выше, чем во Вьетнаме. Добывать ее обычными способами очень трудно. Она практически не течет. Поэтому нашим нефтяникам на Кубе пришлось проявить максимум изобретательности. В течение месяца в скважину по специальным теплоизолированным трубам закачивается пар температурой 320 градусов и давлением в 160 атмосфер. Пока это самые высокие показатели, которые могут выдавать технологические аппараты. Задача ученых – максимально прогреть пласт. Когда пар достигает забоя скважины, он конденсируется, превращаясь в перегретую воду. Она и начинает нагревать пласт и разогревать нефть. После этого у нефтяников всего шесть месяцев на добычу. Ровно столько времени нефть сохраняется в текучем состоянии. Затем нужно снова повторять весь процесс нагрева. Уникальность этой технологии еще и в том, что нефть не теряет своих качеств. Наоборот, улучшается качество, потому что вообще уменьшается вязкость. Это значит более легкая нефть для транспортировки, для переработки, потому что это нефть, это высокосерднистая. Все это устраняется, и поэтому такой процесс очень хороший. Пока российские нефтяники пробуют новые технологии на двух пластах месторождения Бока-де-Харука. Но если успешность разработок будет подтверждена высокой нефтеотдачей, этот метод будет применен и на других кубинских месторождениях. У нас есть ряд месторождений, где капитал нефтеотдача очень низкий. Если технология российская, зарубежная нефть, она пригодна, мы будем распространять эту технологию на другие месторождения. Но все же главное поле деятельности в регионе – это шельф. Отечественные геологи уверены, что именно здесь главные запасы кубинских углеводородов. Если в ближайшем будущем сведения подтвердятся, это станет серьезным экономическим прорывом как для Кубы, так и для России. Планируем, что в этом году мы пробуем скважину, которая по всем поведенным работам мы ожидаем коммерческое открытие, и тогда это будет новый этап, новая эволюция для республики Куба. Мы уверены в том, что присутствие российских организаций-специалистов будет расширяться на основных успехов, которые мы будем иметь на обличчайшее время. Еще одним регионом, куда возвращаются российские специалисты, становятся Балканы. Распавшаяся после войны на маленькие государства бывшая Югославия переживает не лучшие времена. Война в Югославии была самой страшной в Европе со времен Второй мировой. Она унесла жизни в 100 тысяч человек и оставила беженцами более 2 миллионов. Разрушенными оказались 2 трети строений. Причем это не только жилые дома, но и почти вся инфраструктура страны. И вот наглядный пример. Половина дома жилая, а другой остались только руины. По поручению правительства России, отечественные специалисты из компании «Зарубежнефть» восстанавливают на территории Боснии-Герцеговины, а именно на ее сербской части, в Республике Сербской, два завода и сеть АЗС. Один из них – нефтеперерабатывающий завод «Брод». До войны это было одно из крупнейших предприятий в Европе. Но когда сюда приехали наши специалисты, завод был практически полностью разрушен. Первые российские специалисты появились на этом заводе в августе 2008 года. Состояние завода было приблизительно вот таким, как вы видите на заднем плане. Значит, трава была всей поросшей травой. Значит, оборудование находилось в состоянии непригодном для работы. После реконструкции мощность нефтеперерабатывающего завода «Брод» увеличилась в два раза. Теперь здесь производят одно из лучших дизельных топлив в Европе – Евро-4 и Евро-5. Перед вами самая новая установка, которая построена на этом заводе. Служит чисто для того, чтобы завод мог соблюсти условия Евро-стандарта, то есть получение бензинов стандарта Евро-5. Часть сырья «Брода» отправляется на обработку на еще один завод, тоже восстановленный Россией – маслоперерабатывающий завод «Модрич». Прежде чем сырье станет высококачественным маслом, оно проходит несколько этапов. Система теплообменников и насосов нагревает его до 350 градусов. На следующем этапе из сырья выделяют парафин. Чем ниже его содержание, тем выше сорт масла. И финальная ступень обработки масла – отбеливание. Сегодня на заводе «Модрича» производят 80 тысяч тонн масел в год. Это почти в два раза больше довоенных показателей. Завод тестирует свою продукцию даже на гоночных машинах. Потому что для спорткаров масло должно быть самого высокого качества. Держите. Теперь проверим ее в действии. Нефтеперерабатывающий завод «Брод» и завод по производству моторных масел «Модрича» дают 25% всего ВВП страны. И это только начало. Зарубежнефть, к тому же, будет заниматься разведкой месторождений в Боснии и Герцеговине. И если будут доказаны серьезные запасы нефти на нашей территории, мы проведем нефтепровод вблизи НПЗ. Так что наше сотрудничество с русскими очень масштабное. Зарубежнефть не планирует оставаться в рамках действующих проектов. Наши нефтянники уже вернулись в Индию, где сейчас также реализуется проект в области повышения нефтеотдачи с применением российских технологий. Также планируется возобновление деятельности на Ближнем Востоке и развитие нефтяного сотрудничества со странами Африки и Латинской Америки. Мы сейчас первые, уже не один год первые. И, в принципе, у нас каждый год добавляется добыча. Последние несколько лет последовательно увеличиваем объемы добычи нефти. Но я думаю, что эта динамика, этот тренд, он сохранится, он будет работать. Чтобы удержать пальму первенства в добыче мировой нефти, России, как и прежде, предстоит искать уникальные технологии освоения трудодоступных залежей углеводородов. Ну и, конечно, продолжать разрабатывать новые методы повышения нефтеотдачи. И все же ценность не в самой нефти и технологии, а в той дружбе, которая возникает между странами благодаря им. Именно эта дружба расширяет границы сотрудничества и позволяет осуществлять самые трудные задачи, которые Россия всегда решала с успехом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова